Привет всем, кто смотрит. Сегодня мы будем говорить о гипертонии. Сейчас каждый четвертый житель нашей планеты от 15 до 65 лет страдает от повышенного артериального давления. Главная опасность гипертонии в том, что со временем она может привести к осложнениям, инфаркту, миокарду, инсульту, а также длительной потере трудоспособности, инвалидности или даже смерти. Поэтому так важно знать больше симптомов болезни и ее лечения. Итак, что такое гипертония? Это хроническое заболевание, характеризующееся постоянным или периодическим повышением артериального давления 140 на 90 миллиметров штутного столба и выше. Повышенное давление негативно влияет на сосуды человека, которые за короткое время сужаются и в результате повреждаются. Какие симптомы гипертонии? Повышенное давление, головокружение, головная боль, мушки перед глазами, слабость, тошнота, рвота, шум в ушах, тревога, повышенное потоотделение, отечность по утрам, раздражительность, низкая работоспособность, нарушение зрения – все это признаки гипертонии. А какое же давление считается нормальным? В возрасте от 20 до 40 лет 120 на 70, 130 на 80 миллиметров штутного столба. От 40 до 60 не выше 135 на 85. От 60 и старше не выше 140 на 90. Чем опасна гипертония? Поврежденные жесткие сосуды оказывают большее сопротивление кровотоку. Из-за этого объем сердца при заполнении крови увеличивается. Крови в организме становится больше из-за задержки жидкости, и она давит на сосуды. Повышается вязкость крови, и сердцу требуется повышенное усилие, чтобы ее перегонять. Осложнение гипертонии и гипертонический криз. Если не следить и не лечиться, гипертония может привести к тяжелым последствиям осложнения. Со стороны сердца – это гипертрофия миокарда левого желудочка, инфаркт миокарда, сердечная недостаточность. Со стороны головного мозга – это энцефалопатия и инсульты, а также почечная недостаточность и нарушение зрения. Самым опасным проявлением артериальной гипертензии является гипертонический криз. Это резкий скачок артериального давления, когда сосуды могут не выдержать, и это может закончиться инсультом или инфарктом миокарда. Кто подвержен гипертонии? Вот основные факторы риска. Это наследственность. Если в семье кто-то болеет или болел, то вы в группе риска. Болезни почек, врожденные пороки сердца, эндокринные заболевания, старение сердечно-сосудистой системы, то есть возраст. Мышцы сосудов с годами становятся жестче, сопротивление повышается и кровяное давление растет. Чаще страдают и болеют мужчины, чем женщины. Курение от никотина сосуды буквально дряхлеют. Алкоголь влияет на весь организм в целом и вызывает повышение давления. Первоначально, конечно, он провоцирует расширение кровеносных сосудов, но затем резко их сужает. Происходит спазмирование сосудов и еще больший подъем артериального давления. Неправильное питание, употребление соли, дефицит кальция, ожирение, гиподинамия, малоподвижный образ жизни. С годами человек перестает активно двигаться и забывает о простом правиле – 12 тысяч шагов в день. Психоэмоциональные факторы, стресс и сильные переживания, постоянный повышенный уровень адреналина в крови, прием некоторых медикаментов, например, контрацептивы, анаболики, НПВС и другие. Беременность – это поздние гистозы, люди с заболеваниями щитовидной железы и сахарный диабет.